Всем привет! Я давно не обозревала покупки, и тут меня сегодня дернул черт два магазина. Вообще список был в голове, но как обычно купила еще всякое чего-то лишнего. Плюс я планировала сейчас обозреть, поесть и поставить камеру, писать, как я буду ваять это мыло и все остальное. Знаю, что некоторые любят, а некоторые даже СМРы ловят. Но вот позвонила мне сейчас моя одна подружка, и ей вот клюнуло ее в одно место именно сейчас ко мне в ближайшие полчаса прискакать. Для полного счастья я совершенно забыла, мне пришла смс-ка от связного, что мой заказ, этот статив настольный тоже доставлен, и пять суток у меня как бы в запасе, но благо они работают до восьми. Я надеюсь, что у меня моя подружка не очень долго будет, и я ее если что вежливо намекну, что мне как бы до восьми надо еще уехать. Уехать и приехать до магазина. Ну и как-то, видимо, уже после всего этого я наконец-то займусь этим мылом. Я еще полазала, как-то, какие-то, как их там, контейнеры, не контейнеры, формочки для мыла, блин, нашла. Которые я думала, что они у меня в одном месте, нашла в другом месте, короче. Ну, в общем, сейчас у меня будет обзор того, что я купила. А потом, я надеюсь, спокойненько поем. Я, конечно, не против гостей, но вот терпеть не могу внезапно, особенно, когда она мне звонила позавчера и сказала, что в ближайший месяц она ко мне не сможет. Я так это частично вздохнула с облегчением. Я ничего не говорю, она, конечно, хорошая девочка, но вечно как-то это... Вот ей сию минуту, и пофиг, занята или нет. Короче, вот я тут купила, это вообще сначала была в пятерке, потом была в магните. Что-то у меня, может, на 500 рублей все вместе вышло, может, чуть больше, потому что в магните у меня около 200 все это вышло. Был у них там сыр, я вообще хотела какой-нибудь сыр, хотелось мне плавленый. Ну, этот колбасный такой сыр, но у них вообще там лежало колбасный сыр, и непонятно, когда он был сделан, до какого срока жизни у него там еще есть время, и не просрочен ли он. Я плюнула и увидела вот такой вот, я в похожей коробочке как-то покупала, не знаю, обозревала или нет, это у нас геогинский сыр спагетти свежий, 80 грамм, натуральный сыр свежего молока без растительных жиров и консервантов. Состав молоко, закваска, соль, сыр номер 5. Тут где-то я находила этот состав, ну да, вот тут, короче, молоко, потом этот фермент животного происхождения микробного, чтобы свертывать это все. Закваска, короче, микроорганизмов и соль поваренная пищевая. Срок годности у него 60 суток, и сделан он у нас 18 января. Я как раз думала сейчас бодяжить себе макарошек, картошечки или рисика, что-нибудь такое. Купила я себе макарошку. Макаронное изделие, перья, 400 грамм. Вполне нормальные макароны. Я этой магнитовской сердечковой фирмы уже брала какие-то макарошки. Он просто мне тупо надо было какие-нибудь макарошки, первые попавшиеся на меня в модели, я их взяла. Купила себе майонезик «Слобода». Майонез 67% жирности, видимо, оливковый натуральный продукт. Ну, всем, наверное, думаю, известно, что слободовский майонез это действительно натуральный из того, что есть. Состав на всякий случай прочитаю, вдруг кто не в курсе. Подсолнечное оливковое масло, вода, сахар, яичный желток, соль поваренная, лимонный сок, уксус и горчичное масло. Масса нету, 375 грамм или 400 миллилитров. Просто тут что-то я как-то ела в гостях морковку тертую с чесноком, по-моему, под майонезом или под сметаной. И у родня еще уточняла у другой родни. Мне другая родня сказала, что можно типа это, с майонезом делать. Ну, я вот взяла, затаривала, что он стоит, есть не просит. Так, что у меня? Это тоже было, кстати, и майонез, и вот это вот, это из магнита у меня. Сельф, филе кусочки в масле с паприкой. Дата изготовления 24 января, срок годности 2 месяца, 200 грамм. Короче, тут масло подсолнечное. Я вот всегда смотрю, чтобы масло подсолнечное было, потому что селедку мне больше нравится в подсолнечном масле. В рапсовом оно как-то, в рапсовом, мне кажется, все-таки лучше морские животные. Что-то 50 рублей что ли стоило, чуть не помню. Так, вот это у меня Мария, по-моему, я уже как-то его обозревала. Традиционная Мария, на самом деле, тут почему-то любятого. Ну, я про него уже говорила в свое время. Я думаю, что там даже внутри написано на этой, самой вот этой печененке. Они как-то мордами внутрь в этот раз. Скорее всего, не Мария, уж не помню. Ну, такое прикольное печенье я как-то покупала. По-моему, может, обзор пятерковых этих продуктов был чистый. И я, в принципе, уже о нем отзывалась. Короче, нравится оно мне. Мне тупо хотелось этого печенья с клюквой юбилейного. Но что-то там как-то с ценой было непонятно. Я не стала заморачиваться. Я увидела это и купила. Вот у меня вода. Кубай. Легенда Кавказа. Негазированная горная питьевая вода полторашка. Мне тупо воды этой нафиг не надо. Но почему-то люди, у которых я беру козье молоко, предпочитают козье молоко наливать исключительно, привозить в полторашках вот этих пластиковых бутылках. Лимонад я как бы тоже не потребляю. Ну и как бы самый оптимальный вариант это покупать негазированную воду. Ее хотя бы можно вылить, питьевую негазированную воду, в какой-нибудь там макароны на ней сварить, там чай скипятить. Как-то так. Сюда помогу. Хотелось мне каких-нибудь чипсиков. Но пятерки что-то не было вот именно с нормальным составом. Результат я купила в магните тоже с не очень хорошим. Но тупо мне что-то хотелось отравиться. Вот отравиться бы хотелось мне. Вот золотая картошка, русская, сыр. Учитывая, что я всегда покупаю исключительно в составе картошка, подсолнечное масло и соль, то вот это мне действительно захотелось отравиться. Что-то там рублей 20 было. Это магнитов. В магните я их дала. Так. Это я купила в пятерке. Они тупо были по скидке по 49 с копейками. Ну, грубо говоря, 50 рублей. Он мне очень нравится. Я им, в общем, раз где-то в месяц профилактики ради на кухне и ванной в трубу заливаю. Хотя у меня в запасе, по-моему, две штуки еще лежит. Но что-то уйла по 49. Думаю, так-то оно где-то в 80. Типа он учебный купил. Так. Купила я в пятерке хлебушек. У меня недели две, если не больше, был хлебушек. Хлебушек выше лиги купленный. В холодильнике лежал, ничего ему не стало. Остатки я там на сухари отправила. Белый у меня как-то сам слопался. И мне понадобился вот хлебушек. Переславский хлебозавод. Хлеб заварной русский. Состав тут нормальный. Читать не буду. Кому интересно, может где-нибудь загуглите. Сегодня он сделан. Сегодня же 17-е вроде, да? В 2 часа 30 минут. И 5 суток у него треугодность. Ну, мне моя родня посоветовала хлебушек убивать в холодильник. Он мягонький. Тут всякие семечки. Вообще, раньше такие вот типа заварный хлеб не очень воспринимала. Долго не очень воспринимала. Последний, может год-два как-то стала к ним не совсем ровно дышать. Ну, и у меня тут сметана. Вообще, я шла тупо за сметаной, минералкой и хлебом. Но что-то вот меня как-то дернуло. Еще магнит, еще не только сметаны. Вот сарафанова сметана сделана 10 февраля, 12 марта у него срок годности. 15% жирности. И у нас тут нормализованные сливки, закваска молочных этих самых организмов и больше ни черта. И, видимо, я так понимаю, ее продают в пятерочке, перекрестке и еще в карусели. Вот такое вот. В общем, вот такой видос. Маленький, сумбурненький. Но зато я вам обозрела эту еду. А то, насколько я помню, давно что-то ее не обозревала. Всем спасибо и всем пока.